Субтитры создавал DimaTorzok 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 И врач, который пришел после операции Он просто сказал, что Он не мог говорить Мы там создали такое определенное давление Они чувствовали, они боялись Вот они фотографировали и сняли эту операцию Они боялись, чтобы мы не подали в суд на них Но эту операцию они выставили на сайте Потому что не было шанса, чтобы он поднялся Он должен был умереть Но это дьявол так планировал Халлилуйя У Бога он должен проповедовать Евангелие Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он сказал, что ты умрешь Он сказал, что я не выполнил своего призвания Я должен выполнить то, что Бог хочет, чтобы я сделал Халлилуйя И мы просто получили чудо Сверхъестественное Халлилуйя Бог просто поднял его Стань, пожалуйста Халлилуйя 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 И мы будем свидетельствовать Мы могли сейчас свидетельствовать, но у меня в сердце горит другой Немножко Халлилуйя Халлилуйя Где-то на каких-то собраниях мы просто будем свидетельствовать Я скажу, что постарайся быть на этих собраниях, потому что там есть четыре пункта, о которых я хочу говорить И если их выполнить То нет, ничего не возможно Халлилуйя Тогда не важно какая болезнь Не важно какие обстоятельства Не важно какие обстоятельства Вера она поднимит Халлилуйя Халлилуйя Вера в Бога Халлилуйя Вера его слова Халлилуйя И царство его всем обладает И царство его всем обладает Халлилуйя Халлилуйя Царство Божье всем обладает Халлилуйя В Духе Святом В Духе Святом Сурпоков И царство Божье оно внутри вас Оно не где-то за 3-9 земель Оно не за морем Он цовиц айн кухом Он говорит, царство Божье внутри вас И оно в устах ваших Он говорит Избери жизнь чтобы ты жил Избери жизнь чтобы ты жил Халлилуйя Потому что то что ты скажешь Ты можешь иметь Если это согласуется с волей Божьей Халлилуйя Если есть вера на это Это не означает что Ты можешь получить чужую жену Или еще что-нибудь Нет, это согласно слову Божьему Божьему Халлилуйя Мы вчера имели очень хорошее собранное Я был вдохновлен Я не знаю как вы Но я был вдохновлен И я хочу говорить Что Бог он поднял нас Его слов говорит Что он посадил на небесах В Христе Иисусе И через Иисуса Мы стали полноправными Дитми Бога Мы стали полноправными Дитми Бога Вы не просили Но теперь просите вы имя Чтобы радость ваша была совершенна Халлилуйя И там дальше написано Что вы Я открою вам имя Отца Халлилуйя 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 Могу аминь услышать? Халлилуйя Халлилуйя Дух животворящий Дух животворящий Он показывает нам на Иисуса Халлилуйя И Библия говорит Что в Иисусе Теперь древнее все прошло Теперь все новое Мы новое творение Мы новое творение Точно так как Иисус Христос Он родился от Слова Его мать была от земли Но он родился от Слова Точно так мы от земли Но мы родились от Слова Божия От нетленного семени Прибываемого век Халлилуйя И когда мы родились Мы стали дети Божии Халлилуйя И мы вошли в эту семью Юридически Слова доказывает это Аминь Но сегодня У меня такая тема Она вызывающая тема Но я все равно хочу ее говорить И это значит Эта тема такая Которая Я хочу показать вам Бога Я хочу показать Справедливого Бога Потому что многие говорят Что Бог он такой несправедливый Что тут на земле нет справедливости Я помню как еще Кейн Хейгин говорил Что тут на земле и не может быть справедливости Потому что когда дьявол получил власть Он все изменил по своим правилам И в этом мире есть две системы И в этом мире есть два системы И это не то, что происходит война. Вы знаете, евреям, 10 глава, говорит, 30 стих, мы знаем того, кто сказал, у меня отмышение, я вас дам, говорит Господь. Халлелуйя! Ты здесь? Вообще, я просто сегодня хочу говорить о том, показать вам Бога с той стороны, который мы не видим в другой раз. Но знаешь, как знать Бога? Мы можем знать Его через слово. Потому что Бог живет в своем слове. Потому что Бог законодатель. Халлелуйя! На небесах, в Его царстве. Все эти же самые законы, которые на земле здесь. Понимаете, когда мы, Библия говорит, что мы уже не пришельцы. Мы не гастер-байтеры. Мы свои Бога. Мы граждане. Мы с ограждане святы. Мы их божили. Каждый раз, когда ты читаешь что-то о Горе Сеоне, ты должен знать, что Горя Сеон, это святая гора Божья. И это прообраз церкви И это подверждает, что мы приступили к Гаре Сеону И мы приступили к Граду Бога Живого Небесному Иерусалиму И Тьмам Ангелов Трежестующему Собору И Церкви Первенцев Написано на небесах И Судьи Всех Богу Их Духам Праведников И Катарил Лучиан И Кататую Нового Завета И Крави Крапленья Горечный Лучше Нижели АВАЛЕ АВАЛЕ Ты знаешь, что меня тут просто задевает Их хватает Библия говорит, что мы приступили к Судье Я вчера уже говорил, что мне по долгу определенной работы Мне пришлось слушать 4 часа, 4,5 часа юридических семинаров Это был такой ликбез Ликвидация безграмотности о том, как в правовом государстве работают законы И они учили, что законы должны работать И они работают Но если, если кто-то Например, я уже вчера говорил, что там в России есть такой закон Что каждому человеку положено кусок земли Для того, чтобы построить дом И сколько у тебя там человек, семья, столько лесу ты можешь нарезать То есть, в другом слове, это хороший закон Но ты думаешь, что там в России все имеют землю Ты думаешь, что все взяли эту диланку и себе нарезали дерево Кедра или что-то другого Нет Знаешь почему? Потому что многие даже не знают об этом И нет кому, чтобы кто-то рассказал, что это есть И нет кому, чтобы рассказал им, что это есть Когда я слушал это все Я вдруг увидел, что мы такие похожи в Царстве Божьем Кто-то, он законодатель, он дал законы Но его законы работают Я хочу сделать тебе открытие Я хочу сказать тебе, что люди, которые были там на небесах Я говорю, что мы приступили к Иерусалиму И церкви первенцам И они рассказывали, что там все точно так работает Что там те же самые законы Веры, которые здесь на земле работают Что Бог, он движется верой Он существует верой И потому что он такой большой И потому что все так работает И это вера 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 Лестер Саммер Проведал в нашей церкви Он сказал, что без веры Угодить Богу не возможно Ты не можешь угодить ему своим костюмом Своей религиозной деятельностью Своей религиозной деятельностью Своим пониманием понятием Ты не можешь угодить ему только веру Ты не можешь угодить его И мне нравится веру И ты не можешь угодить его Аминь! Аминь! Потому что если здесь на земле есть что-то, что может изменить твою жизнь То это только вера Если тебе надо чудо Только веруй Нет ничего невозможного для Бога Для того, чтобы сделать для тебя Понимаешь, Иисус сказал Если только сколько-нибудь можешь веровать Все возможное тому, кто верует Аминь! Аллилуйя! Могу аминь услышать? Мы должны знать, что духовные законы, они больше Мы должны знать, что мы дух И мы должны понимать Вот это слово, которое работает И наш дух, он чувствует, он знает это слово Аллилуйя! И сейчас, когда мы пробуем, ты можешь чувствовать это И сейчас, когда мы пробуем, ты можешь чувствовать это Аллилуйя! 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 Я хочу... Я хочу... Я хочу... Вы с мной... И 42 глава Исаии... А тут говорится 21 стих... Что Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон... Я хочу... 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 В секунду, и в Откровении, в Откровении написано 19 глава, 11 стих, И увидел я отверствование неба, и вот конь белый сидящий, на нем называется верной истиной, который праведно судит и воинствует, и воинствует, и воинство небесы следовали за ним на коньяках белых, и воинство небесы следовали за ним на коньяках белых, и воинство небесы следовали за ним на коньяках сих, за сinisung там, и воинство небесы смотрели, что не придется beakвал, и во afterwards было с деньгами и воиновство земли Lord trust Drag, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И Библия говорит, что Слово Божье Ахо правильно судит Ты знаешь, в Исаии написано Я помню еще об этом проповедовал Кеннет Хейген Это 43 глава 25 стих Я сам излаживаю преступления твои ради самого себя И грехов твоих не помену Припомни мне, станем судиться Говори ты, чтобы оправдаться Знаешь, о чем это говорит? Это говорит, что ты берешь Слово Ты приходишь И ты говоришь Кто такой вор? Берешь, что джамол вор И вы говорите, что если он поймает вора И вы говорите, что если он поймает вора То он заплатит семеро А па гербаться, что он должен И он должен быть Иот напатник Веродаться Ты приходишь с этим Словом Ты приходишь с Словом Что ранами его мы слилились Ты приходишь с Словом Ты приходишь с Словом Ты показываешь на это Слово И знаешь, он проверяет тебя Знаешь, как на суде Он проверяет тебя Праведен ли ты? Ты здесь? Ты здесь? Если он находишь, что ты праведен А Библия говорит, что мы праведность Божья Кто просил наши грехи Тогда знаешь что? Тогда ты получишь Халлелуйя Давайте мы вернемся Мы вернемся в Новый Завет Халлелуйя И Новый Завет Мы вернемся где-то, 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 где-то Давайте мы посмотрим Луки Луки 4 Луки 4 Луки 4 Луки 4 Луки 4 Однажды я слушал одну проповедь, это первая проповедь, я говорил, что власть. Это маленький кусочек, я слушал 25 раз, и потом вдруг пришло до меня. Ты здесь? Нужно слушать Слово Божье. Знаешь, откуда приходит вера? Вера приходит. От того, когда ты слушаешь проповедников, у которых есть Дух веры, которые получали чудеса в своей жизни, которые знают, о чем говорят. Вы говорите, что я веровал, а потому и говорил. И мы верим, мы потому и говорим. Итак, 4 глава Луки. Иисус был виден в пустыню. И 40 дней ничего не ел. И после, напоследок был голоден. И знаешь, дьявол не приходит, когда ты сытый. Дьявол приходит, когда ты голоден. Дьявол приходит, когда у тебя нет денег. И дьявол приходит, когда у тебя проблемы. И дьявол сказал, если ты сын Божий. Но дьявол тоже знал, что он сын Божий. Но он говорит, если. То вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему. Не хлебом одним будет сын человек. Будет сын человек. Но всяким словом. О чем мы здесь проповедуем. Я проповедую, что Библия говорит, что мы праведник верой жив будет. Мы живем всяким словом Божьим. Потому что там есть все потребное для жизни и благочестия. Там есть все полностью для тебя. Потому что Иисус уже все закончил. Он уже все сделал. Аллелуя. Все, что ты должен сделать, это верить и взять. Могу аминь услышать. Аллелуя. Смотри. И он сказал всяким словом. Он не сказал ему, что не только хлебом, но еще пилименями. Он сказал всяким словом. Аминь. Аминь. Смотри. И возведя его на высокую гору. И он показал ему все царства в селену. И он сказал ему, что он не знает. И он сказал ему, что Иисус не спорил с ним здесь. Потому что это была правда. Потому что Иисус еще не пошел на смерть. Потому что он еще не умер. Потому что он еще не воскрел. И он здесь не спорит с дьяволом. И он сказал ему, что Одному Богу поклоняйся. И он сказал ему, что Мы Богу поклоняемся. И всегда будем поклоняемся. И я сказал ему, что Иисус не спорил. Халлелуйя. Написано, что Твоему Богу служи и поклоняйся. Но знаешь, это был искусение для Иисуса. И вообще я хочу просто показать тебе здесь. Что дьявол. Он говорит, смотри. У меня вся власть. И я кому хочу, даю ее. И ты должен, знаешь, о чем тут говорится? Тут говорится о Вавилонской системе. И Вавилонская система Эта система Где все работает без Бога. Знаешь, когда Адам, он был управляющим здесь на земле. Он управлял всем. Он давал имена. Все, что он должен был стать и дать имя. Что ты должен делать? Мы должны научиться давать имена. Мы должны давать Денью имя. И всем обстоятельствам. Потому что как мы говорим, Библия говорит, что ты скажешь, ты будешь иметь. Мы говорим, что я не знаю. Мы говорим, что я не знаю. Знаешь, но когда Адам упал, Он должен был управлять землею. Он должен был взять Эдемский сад и распространить его по всей земле. Но когда он согрешил, Он перестал быть управляющим. Он стал управляемый. И он теперь должен был бороться за обеспечение. Образум был пойти изнурительно работать. Чтобы обеспечивать себя. Но знаешь, но в самом начале он должен был творить. Но в самом начале он должен был заниматься творчеством. Это то, что мы должны делать. Халлилуйя. Потому что Бог восстановил нас. Спасибо. Халлилуйя. Халлилуйя. Давайте мы Матфея откроем. Этот маленький участок. Я слушал 25 раз. Я пытался понять одного проповедника. И вот это место, 28 глава. Матфея 28. 16 стих. 11 учеников пошли в Галлилуйя на гору. Но. В чем он сказал, что Иисус. Иисус. Это уже после прослушивания. И увидел его, поклонились, а иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Знаешь, что Иисус сказал? «Дана мне всякая власть на небе и на земле». А что это включает в себя эта власть? Это власть включает, это не включает в себя. Единственное, что не включает, это власть над другими людьми. Потому что у человека есть свободный выбор. Но она включает власть над бесами. Над всякой вражеской силой. Библия говорит, и ничего не повредит вам. И так же над системой управления этим миром. И, пожалуйста, мы посмотрим «Откровение». 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 Знаешь, что и богатство. И премудрость. И крепость. И честь. И слава. И благословение. Халлелуя. Халлелуя. Знаешь, что такое благословение? Библия говорит, что благословение, оно печали не приносит. Оно обогащает. И другой перевод говорит, благословение Господне. И дважды. И дважды. Он обогащает. Без изнурительного труда. Магу Аллилуйя услышать. Смотри, здесь знаешь, что? И в этом случае, что сила и богатство. Примудрость и крепость. Зорути, им астути, им астути, им астути. И в самом начале Иисус не спорил с дьяволом. Но когда пришел конец. А когда все закончилось. Он сказал, вся власть принадлежит мне. Послушай, из 100% это касается, знаешь, чего? Это касается преуспевания. Что такое преуспевание, Господне? Это когда Бог благословляет тебя. Сверхъестественно. Через свою систему. Как от божественной силы его. Дорога вам все потребны. Ты здесь? Это удивительно. Но, знаешь, то, что я замечал везде, по всему миру. Это что, когда мы пришли к Богу. И мы так легко проповедуем об исцелении. И мы проповедуем спасение. Мы проповедуем исцеление. Но вопрос при успевании и багансе, такой, знаешь, знак вопроса. Он такой висит в воздухе. Ты к этому не хочешь. Но знаешь, что? Но Иисус, Он это все забрал. И что, Иисус это все забрал, и что Он не хочет давать нам? Ты знаешь, Библия, она повторяется все время. Если мы посмотрим, если мы посмотрим, если мы посмотрим, Библия, 15 глава, и 15 глава, а немножко раньше 12 глава. И сказал Господь Аврааму, Пойдет земли твои от родства из дома отца в землю, которую скажу тебе, И я призвожу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И я благословлю благословляющих тебя. И благословляться в тебя все племена земные. И значит, и Слово Божие в Галатам говорит, что Авраам по вере во Христа Иисуса, мы дети Авраама. Могу аминь услышать? По вере во Христа Иисуса. И знаешь, что он написал? Что когда Авраам вышел, что Бог сказал ему, Я благословлю тебя. И мы видим, что Бог сказал ему, что Бог благословил Авраама в конце. И Библия говорит, что у него всего было много. И золото, и серебра, и скота, всего у него было много. Халлелуйя. Могу аминь услышать? А знаешь, и тут говорится, что в семени твоем благословится все племена земные. А какие племена? Те, которые приняли Иисуса? Те, которые приняли Иисуса. Понимаешь, когда мы выходим из рабства, Авраам вышел из ура Халдеискова. И 我该 словит, что он ура Халдеискова. Он сказал, что я благословлю тебя. Я уважаю тебя. Говорит, что он ура Халдеискова — это мир. Вы говорите, что он ура Халдеискова — как он общался. И в Египте это прообраз мир. И у нас есть это обитание. Мы уважаем это на этом облахе. Люди говорят, что мы благословляемся с верным Авраамом. И мы говорим, что мы мы оставим дальше, А что такое благословение? Знаешь, христиане думают, что благословение это такой воздушный поцелуйчик. Они говорят, будь благословен. Ну это вообще не так. Могу аменю слышать. Потому что благословение Господне, оно обогащает. И смотри, 15 глава «Бытие». И сказал Господь Авраму, «Знаешь, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После всего они выйдут с большим имуществом». И Библия говорит, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же, что он не меняется. Знаешь, это была такая интересная программа, что Иосиф был продан рабство, и потом через откровение он стал тем, кем он стал, и через какое-то время он стал премьер-министром, и весь мир. Библия говорит, принес все богатство в Египте. За еду, за хлеб, они поменяли все. Они отдали туда самую лучшую одежду, они отдали украшения, они отдали золото, серебро, потому что они хотели жить, и хлеб был только в Египте. Ты здесь? И через какое-то время Египет был самым богатым государством. У него было все, все самое лучшее. Вы знаете, он пришел другой фараон, и они забыли про Иосифа, и вы знаете, Израиль стал рабами, и это не было справедливо, и это не было справедливо, 400 лет они работали, 400 лет назад. Вообще, это бог их привел туда, они должны были бы быть успешными, но они были в рабстве 400 лет. И знаешь, и после этого, я хотел бы посмотреть вместе с вами исход. Подожди, самая горячая проповедь еще чуть-чуть, потерпи. Это историческая экскурсия. Халлилуйя. Итак, давай посмотрим исход. Исход, исход. Исход. 19, 3, 19. Исход, исход. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти. И если они не принудит его рукой крепкою, и просто руху мою, и поражу Египет всеми чудесами моими. Которые сделают среди него, и после того, они отпустят вас. И дам народу с ему милост в глазах египтян. И когда пойдете, то не пойдете с пустыми руками. Мне нравится. Халлилуйя. Пойдете не с пустыми руками. Датарка дзеррен дурщек га. Каждая женщина вы просит у заседки и свою живущую в доме, и ее вишей серебряных, и вишей золотых и одежды, и вы нарядите имя, и сыновей ваших, и дочерей ваших, и обережь египтян. Халлилуйя. Халлилуйя. Могу халлилуйя, услышать. Псалом 104, 37. И он был израильтян церебром и золотом, и не было в коленах их болящева. Ты знаешь, когда пришло время, Бог справедливости. Бог пришел к Мойсею, сказал, «Пойдя и пусть отпустят народ твой». Но знаешь, он никогда не хочет отпускать. И Богу нужно было сделать 7 чудес. Он вдоволь поиздевался над этими богами египетскими. Ты знаешь, у них жаба была Богом. Жаба, говорит. У кого жаба в доме, у того денег много. Они так верили. Ты знаешь, эти жабы были повсюду. Они были в спальне, они были в каструлях, они были везде. И когда поиздевавшись до моль, Библия говорит, что он выпустил их. Знаешь, что произошло? Они отдали сами. Они просто срели, забирайте это. Иди, расположение произошло. И они отдали золотой зелебро. И Библия говорит, знаешь, это было, и Библия говорит, что не было в коленах их болящего. Ты знаешь, интересно в Новом Завете. В Новом Завете. Мы все верим, что спасение бесплатно. Сколько из вас вы верите, что спасение бесплатно? Вы не давали, пастору денег за то, что вы спаслись? За то, что он принял сленство церкви? Это бесплатно было? Спасение бесплатно? Библия говорит, поверь, оно бесплатно. А из селения как? Помнишь, эта женщина, она 12 лет страдала, у нее была неизлечимая болезнь. Она все, она весь дом свой, пустила для того, чтобы вылечиться. Но не было вылечено ни один врачом. Но не было вылечено, но не было вылечено. Но не было вылечено. Услышал бы Иисус, и она сказала, если только дотронулись до Него. И когда она дотронулись, Иисус остановился. И что он сказал? Он сказал, кто дотронулся до меня? Но все дотрагиваются. И если есть, кто дотронулся? И она увидела, она была никем. Она была нестой. Но когда она дотронулся, она стала кем-то. Но Бог не важно, кто ты и откуда ты. Библия говорит, что Бог не лицеприятен. Но среди любого народа, тот, кто приходит к Нему, и тот, кто верит, тот может получить все, что ему принадлежит. И когда она дотронулись, и когда она дотронулись, Иисус взял с Него деньги, она заплатила что-то. Я спрашиваю вас, «Исцеление бесплатно?» Я спрашиваю вас, «Исцеление бесплатно?» Слушай, Матвея, 15 глава. Матвея, 15 глава. Нет, не Матвея, а Луки, 15 глава. Это история о блудном сыне, который все прогулял. Матвея, 15 глава. Матвея, он взял его отца, часы менее, и все прогулял. И все прогулял. И все прогулял. И в городе, девочки ждали его, чтобы все забрать до нитки. И когда он прожил все, пришел голод. И он работал на кого-то, и даже не кушал то, что свиньи кушал. Но мне нравится, что ты придешь в себя, сказал, «Сколько наемников у отца? Избыточи стоят хлебом, а я умирает голода». Стану пойду к отцу моему и скажу, «Отче, я совершил против неба перед тобой». И знаешь, что случилось? И когда отец увидел его, он сказал, «Отче, я совершил против неба перед тобой, уже не достоин называться сыном твоим». И он сказал, «Отче, я не знаю, что он не любит его, а он не любит его». Это прозрачный отец. Это прозрачный отца. Он сказал, «Преди, что он не любит его». Это прозрачный отец, вы его дали, и обед на ноги. И приведите от короба на утилионка. И закалите, стань им есть и веселиться. Ибо этот сын мой мертвый был, и ожил и нашелся. Ты здесь? Знаешь, Он ему всю самую лучшую одежду дал, он ему персень на руку дал. Он же такой персень, он означал то, что он мог пойти в любой магазин. И взять себе самую лучшую машину. Он мог взять себе самую лучшую квадроцикл. И рассчитаться, знаешь, чем? Потому что это печаль. Он сначала, что Папа заплатил. И все знают эту печаль. Они все знают, что Папа очень богат. Там достаточно денег. Поговорю, Аллилуйя! И теперь слушай меня. И знаешь, когда старший сын пришел? Он начал возмущаться. Но знаешь, что Папа сказал ему? Сын мой! Ты всегда со мною. И все мое твое. О том тебе нужно веселиться, что твой брат мертвый был, ожил и нашелся. Послушайте. За свое восстановление, младший сын, он заплатил что-то? Он заплатил что-то? У меня вопрос к вам. Он заплатил что-то? А почему у нас? Иске, мы так думаем. Спасение бесплатно. Исцеление бесплатно. А за свой дом, мы должны пойти в Вавилонскую систему и работаем там. Алло. Плохо слышно? Плохо слышно. Плохо слышно? Каким образом? Верно не встали! Халлелуйя! О, халлелуйя, будь готов! Вы со мной? Итак, мы придем, мы придем, мы придем. А к чему это Луки? Халлелуйя! Четвертая глава. И пришел Иисус Назаред, где был воспитан, вошел по мангтеменю Саиму в день субботни в синагогу и стал читать. И ему бы дали книгу «Про-рока Исайи», он рассказал место, где была написана. 4, 16, я не должен знать, брат. 4, 16. Ив, я кау Назаред, ур, ол, 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 ол. Ив, ясайям, аркарии, гиркты твих неран. Ив, ясайям, аркария. Душа, Господи, на меня! Ибо он помазал меня благовестов. И послал меня исселять сокрушеных сердцем. Проводит пленным освобождением! Слепым прозвлением! Попустите змущенных на свободу! Что такое лето? Юбилейный год. Прощение долгу. А знаете ли вы, что именно сейчас, сегодня, это юбилейный год в Израиле? Если мы прочитаем себя, то это 100% работает. Знаете, что на юбилейный год делает? Прощение всех долгом. Но я нечего другого поняла. В 20-й стихе, он закрыл книгу, а дам служитель, сел. И глянзам всех были устремлены на него, и он начал говорить им. Значит, он говорит, Мне исполнилось. Писание си, слышу наевами. Мне исполнилось писание си, слышу наевами. Знаете, он пригласил Исаию. Он пригласил то, зачем он пришел на эту землю. Он стал и сказал, это время. Он сказал, народ, слушай, это время. Это исполнилось. Он сказал, сегодня. Они не поняли. Они хотели убить его. Они хотели скинуть с горы. Но знаешь, что я вчера проповедовал об этом? Есть сила Божья, которая на слове. Потому что Слово Божие, оно воинствует и управляет. Сила Духа Святого следит за тем, чтобы Слово исполнило. Знаешь, почему оно до этого не работало? Потому что кто-то должен был встать и крикнуть. Это был Иисус. Библия говорит, что он был встать книгу с ним. И он сказал, что сейчас он исполнилось. И с этого времени Дух Святой стал действовать. Халлуй, халлуй. Ничего не застали происходить. Люди стали исцеляться. Нартикс скисается. Нарту и стали воскресать. Меренеры скисается. Он размножил, накормил цех. Почему? Потому что он разрушил всякое проклятие. Он разрушил всякое игу. Халлуй. Слушай, а знаешь, как это может работать в твоей жизни? Когда ты встанешь и скажешь, Ныне исполнилось место сие для меня. Халлуй. Если ты скажешь, это юбилейный год для меня сегодня. Когда это придет и будет работать. Тогда это взорвёт. Все в этой жизни мы можем получать через Слово. Халлуй. Халлуй. Библия говорит, что ангелы. И у них есть уши. И знаешь, они слушают. И знаешь, они слушают. Суфтору. Халлуй. Чувствует дух, что это начал двигаться. Халлуй. 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 Благословения я в городе. Благословения я в поле. Благословения, когда я пойду на войну. И враги мои, они выйдут на меня одним путем. Но семью путями убегут от меня. Почему? Потому что есть семья благословенная пасада. Слово Божье работает! Оно действует! Боже мой! Халлелуйя! Если что-то, что не произошло в твоей жизни, только потому, что ты его не православил. Он не стал твоим! Халлелуйя! Но Бог поставил нас здесь! Что бы мы распространяли его царство? Если раньше, Адам должен был распространять Эдемский сад, то теперь Эдемский сад он внутри тебя! Царство будет внутри тебя! Они пришли, говорят, обидельцы, они внутри тебя! И мы должны распространять это! Мы должны распространять это! Мы должны распространять царство Божье! Потому что земля ожидает, что ты придешь и будешь говорить! Ты будешь говорить Слово Господне! Сегодня! Халлелуйя! И силы может придешь! И нас сделают сад, даже если там ничего нет, если там пустыня! И это не от нас, это Божье так! Халлелуйя! Пойми, если что-то не работало в твоей жизни, то только потому, что ты верой не провозросил его! Халлелуйя! Халлелуйя! Ты можешь прийти домой и кричать, «Дух Господне на мне!» Халлелуйя! 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 И если мы открываем Исайю 51 главу, 61 главу, то это то место, где Господь, которое Он читал, это первый, и второй стих. И смотри, и второй стих говорит, «Проповелит, что Господь не благоприятное!» Иисус дальше не продолжил! Почему? Потому что это была его часть, которую он должен был исполнить! Но это не означает, что это дальше не работает! И теперь, что там дальше написано? И день ксения Бога нашего! Утешит всех сетующих! Возвестит сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение! Место плача или радости! Место унылого духа! Славная одежда! И назовут их сильной правду и насаждением Господа во славу Его! И застроят пустыни вековые! Восстановят древние развалины, и возобновляют города разорванные, остававшиеся в запустении из давних родов! И в основном, что вы должны называть Господь! И вы должны называть Господь! Служители Бога нашего. Как нас сегодня называют? Кто мы такие? Мы служители Бога нашего. Могу аминь услышать? Халлелуйя. Халлелуйя. Служители Бога нашего будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народа и славиться славою их. За посреждение вам будет вдвое. За посреждение они будут радоваться своей доли. А вот такая у нас доля. А мне нравится эта доля. А это хорошая доля. Это так будет. Они могут гонять нас, потому что это слово Божье говорит, что так будет. Они могут даже убить нас. Но знаешь, что они не могут? Они не могут забрать нашу долю. А у нас доля Божья. Халлелуйя. Благодаря. За посреждение в двое. А Благодаря, что это благословение Господня на нас. Что мы можем быть исцеленными. Мы можем быть преуспевающими. Мы можем быть преуспевающими. Могу аминь услышать? Смотри, они будут радоваться своей доли. Потому что в земле своей вдвое получат. Мы можем не помочь. Мы можем быть виноватым. Веселим будет вечным у них. И Баяк Господь влюблю правосудия. Мы не понимаем, что я их умерю. Мы не омеряем грабительства с насилием. И в основном им спасибо. И завет вечный поставлю с ними. И будет известно между народами семья их, и потом своих, среди племен. Все видящие их познают, что они семья благословенной Господа. Потому что мы семья благословенной Господа. Радостью буду радоваться Господе. Разрешите, лица душа моя, Боге мою. И вам лег меня в ризе спасения. И одежда, правда, меня. Как это не ха, возложил в Венеции, как на невесту украсил убранство. И как земля производит растения свои. И к конца, производит пасеянное в нём. Так Господь проявит. Правду и славу перед глазами всему народу. Халлелуйя, 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 халлелуйя. И ты знаешь, о чем это слово? Это через Исаию Дух Святой пророчества. Исаия Мичоцов, Сурпокин, Банкария Атсал. Знаешь, о чем тут говорит? И застроят пустыни. Он пророчествовал о строительстве. Знаешь, вот это здание, оно было построено. Когда оно было построено? Я не видел, чтобы Иисус построил одно здание. Это не было его цель. Его цель была, он был ходящий проповедник. Он должен был проповедовать каждый раз. Он должен был обойти всю землю. Это была его цель прийти. Но тут написано, что они построят. Пойми, это та же самая глава. Это тот же самый Дух Святой. Халлелуйя. Просто теперь пришло время, это провозгласить. Это Божья цель строительства. Что народы собрали. Это великое дело, которое ты делаешь, пастор. Халлелуйя. Я просто хочу кричать вам, потому что ты принесли свои деньги сюда, потому что ты строил. Бог хвастает тебе. Халлелуйя. Бог хвастает тебе так много, что ты себе не представляешь. Потому что его время пришло, потому что его время пришло. День, сенья пришел. Ты здесь? Ты здесь? Ты здесь? Ты знаешь, тут говорится, что Бог, он не просто такой, знаешь, он мстительный. Библия говорит, что у него две руки. Одна, она строгая рука. А вторая, любящая рука. Так вот, для его детей она любящая рука. Но знаешь, почему он произведет суд и правду? Потому что он любит справедливость. Потому что он ненавидит грабительство. Потому что он ненавидит грабительство. Он говорит, это жена. Это жена. Он послал жену. И знаешь, что жена сказала? Она говорит, это змея. Это змея виноват. И Бог знал, кто виноват. И знаешь, и Бог высказал суд сразу. Он не стал спрашивать змея. Потому что он не разговаривает больше с змеем. И мы не должны с ним разговаривать. Что мы должны делать? Мы должны использовать власть, которую он дал. Власть ими Иисусом. Чтобы прагчать его. Ты здесь. Так вот, Бог будет творить суд. Он не творит над людьми. Ты здесь. Но он творит над дьяволом. Он творит суд на дьявол. И он говорит дьяволу, что ты отдашь все. А что ты тут говоришь? Вдвое заплатят вам. Это что? Это компенсация. Вообще знаешь, в суде... Я уже рассказывал, что я был на семинарах. И там юристы рассказывали. Что если кто-то принесел тебе пакость. И ты заболел. И потерял работоспособность. И почувствовал себя. И почувствовал себя. И что ты не можешь платить в суд. И когда они признают это. То они могут дать компенсацию. И компенсацию плотил два раза. Ты здесь. Ты знаешь, что ты должен платить компенсацию. И ты знаешь, что ты должен платить компенсацию. И это дело. Потому что Библия говорит. Если он поймает вора, он пришел убить и погубить. И если грязь убить и погубить. Когда мы приходим к Богу и говорим, что это он забрал. Это он, Lord. Но если мы приходим к Богу. Если мы приходим к Богу, то есть компенсация. Вдвое за плоти. Мы приходим к Богу. Голос-Голос-Голос-Голос-Голос-Голос-Голос-Голос-Голос-Голос-Голос-Голос-Голос-Голос. Это он, в котором мы можем идти в Авиалонскую систему. Я ходил туда, в скверике. Я здесь, где много этих... Где много... Он бьет фонтаны, фонтаны. И один такой солидный мужичок, армян такой. Он говорит, вы знаете, что это за фонтаны? Это 270 фонтанов. Это было столько лет, да? 2700 фонтанов. И когда он это сказал, я говорю, круто. Он говорит, уже не круто. Вот тогда было круто. А сейчас вообще не круто. И будет еще хуже. Я говорю, ничего, все будет классно. Он говорит, нет, будет все хуже. Я говорю вам, будет все хуже. А через 10 лет еще хуже. А потом мы попадем на самое дно. И оттуда уже никогда не выберемся. Пессимистический прогноз. Понимаешь? Но я хочу сказать тебе, что в Царстве Божьем нас не интересует, что в системе этого мира. Потому что система этого мира, вавилонская система. И она разрушится скоро. И Библия говорит что? Что? Смотрите. 18 глава. Открывение. А он говорит. А на Вавилоне. Что к нам пришли до неба. Бог вспоминал ее неправду. Скажите ее так, как она отдала вам. И в двое. И чашу, которую она приготовила вам, приготовьте ее вдвое. Зато в один день придет до нее казнь, смерть, плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что Бог силен сделать это. И вас плачут и возрадают они цари земной, блудодействующие и раскашевшиеся с ней. Когда увидят дым от пожара ее, и будут говорить, горе, горе тебе, великий город Бабелон. О, наша экономическая система, она пала. И слушай, вообще это в Библии, то, что сейчас будет происходить это в Библии, но дальше слово говорит, она говорит, что смотрите, что это близко преддверя. Но мы живем в другой сессии, и Бог будет показывать. Приходит время, когда Он воздаст церкви за все. И мы живем в Игипте, когда он не был в Игипте, и не был в коленах своих болячьев, с золотом и серебром. То приходит время, когда через Духа Святого. А ты скажешь, а как нам же бизнес делать? Как нам бизнес делать? А мы по-другому делаем. Потому что работа тебя не благословляет. Но ты благословляешь работу. Знаешь, Иисус, Он сказал Петру, забросьте все эти. Ты знаешь, я рыбак немножко. Петр посмотрел на Него. И говорит, Иисус, ты что, не знаешь? Днем рыба все эти не идет. Солнце преломляет, она видит. Она только ночью ходит. Иисус, ты не понимаешь, есть такие дни, когда рыбак вообще нет. Она плавает по дну, не споймаешь ни одно. И мы целую ночь трудились. Мы профессиональные рыбаки. Иисус говорит, забросьте все эти. Они забросили. И вся рыба. С Иванского озера. Она пошла в эти сети. Почему? Потому что рыба хотела исполнить свое призвание. Ты здесь. Библия говорит, что все. Все творение ожидает. Откровение сынов Божьих. Она ожидает, что ты получишь откровение. Истет спасение. И вот, знаешь. Что это за откровение? Когда ты встанешь и скажешь. Когда ты получишь свое сердце. Когда ты провозначишь это слово в свою жизнь. Это придет. Бог ответственный за это. Я просто чувствую. Я хочу сказать, что были контракты, которые были украдены. Я просто чувствую Духа Святого. Я хочу сказать, что вы получаете. Я хочу сказать, что вы получаете фабрики, вы получаете зародки, вы получаете идеи, как это сделало. Что вы получаете? Что вы получаете? Что вы получаете? Я хочу сказать, что вы получаете это. Бог вам скажет все. Я хочу сказать, что вы получаете за это. И мы, когда эта система падает, Божья система. Наша. Она поднимается. Ну, как Бог может это сделать? А как он кормил? 3 миллиона человек. 3 миллиона мартуры Анапати. Попробуй 100 человек прокормить. Они 3 миллиона. Они купили ангельскую пищу. У них была золото-сербро одежда. Кто это? Это наш Бог. И пусть эта система падает. Божья, он будет смеяться над этой системой. Он будет смеяться над политиками. Он будет смеяться над экономистами. Но это наш время подняться. Это время получить в кризисе. Это время двигаться в вере. Это время получать экономические чудеса. Потому что есть много... Есть много богатства, которые не течет царствия. Это время, что есть много хранения. И Библия говорит, что один человек готовил много. И мы будем делать с хранения. Мы сделаем наши хранения еще больше. И Бог сказал, что безумный. И он говорит, что он готовил для последнего дня. Это экономическая система, она делала что-то. Она подготовила богатство. Она подготовила финансы. Для того, чтобы царство Божье распространилось и двигалось. Мы должны идти и двигаться. Что-то, что ваш пастор делает. Что-то, что вы будете делать. Что-то, что вы будете делать. Магу, аллилуйя услышать. Я могу сказать, что Божье присутствие здесь. Сила Духа Святого. Аллилуйя. Аллилуйя. Это просто висит в воздухе. Пойми, это его возмездие. Оно придет. Это такая тема. Смотри, я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство, воздам вам награду по истине. Халлелуи. Когда я проповедовал эту проповедь, один человек пришел ко мне, и он мне скинул ссылку, и я хочу прочитать вам это. Родон выплатит мужчине компенсацию за жизнь в чужой семье. Акручной суд Токио, Япония, обязал одну историчную клинику выплатить компенсацию за 60-летним мужчине, который вырос в чужой семье из-за допущенной в Родоне ошибки. Акручной, если вы не хотите, то, что вы будете поменять. Япония, япония, не подошел. Новорожденные, они попутали с другими младенцами и отдали в чужую семью. Япония, они не подошелся в одну семью. Но мы не подошелся в другом рече. К примеру, они подошли в другом рече. Акручной, в 10-летие, выяснили, что родители воспитывают мужчину, люди не являются его биологическими родителями. Тест также установил Ростов Японца с кровными братьями. После этого мужчина обратился с иском в суд, который сказал, что из-за ошибки его жизнь сложилась совсем по-другому. Семья, в которой попал на делность, была очень бедная и не могла себе позволить даже самого необходимого. В то же время его настоящие родители были обеспеченными людьми. Они дали троим своим детям хорошее образование, которое позволило им получить работу в крупнейших японских компаниях. Несмотря на то, что ошибка была обнаружена, мужчина, проживший чужую жизнь, не смог познакомиться со своими кровными родителями. А если бы не ошибка сотрудников Родома, я не смог бы сделать больницу в качестве компенсации. 38 миллионов иен. Это 400 тысяч долларов. 4 тысяч долларов. Мама. Ты здесь? Ты должен понять, что джавел, он вор. И все, что он сформировал. Мы пели когда-то песню «Я шагаю встан врага». Отобрать все, что он забрал у меня. Аминь. Аминь. Это не мы, которые будем бороться. Но это все сверхъестественно. Это через Духа Святого. Потому что тот же самый Дух Святой, который спасает. Это тот же самый Дух Святой, который исцеляет. Это тот же самый Дух Святой, который заправляет финансами в мире. Иисус сказал, что вся власть принадлежит мне. И богатство, и силы. Аминь. Иисус сказал, что Дух Святой, если у нас есть вера в этом вопросе, он может все поменять. Тебе нужно истинку приготовить. И прийти к Иисусу. Прийти к Богу. Он судил, что Бог, это джавел, забрал мне здоровье. Это джавел, который атаковал меня. Иисус сказал, что это достаточно, чтобы мы могли быть успешными. А Библия говорит, что, если спойма этого раза платит семеро, семеро. Все, что он у тебя украл, умножь на семь. Семеро. И еще за компенсацию за прожитые годы. За все, что он украл. Это было так удивительно. Дух Божий пришел на меня. Я плакал. Он сказал, что ты можешь востребовать даже то, что было забрано у твоей бабушки. Моя бабушка была богата. У нее поле было. Ей наследие пришло. Но в то время нельзя было взять наследие. Но я сказал, что если ты возьмешь наследие, мы теперь в тюрьму позади. Из-за ее наследия они построили детский садик. Но знаешь, что я почувствовал? потому что он мог взять компенсацию. Мы говорим компенсацию. Если у тебя есть вера, ты можешь получить компенсацию. Пойми, я просто хочу, пытаюсь, сложить тебе юридических морковь, ты знаешь, когда Давид, Давид, о, халлелуя, все внимательно, я чувствую, как Иисус в синагоге, там все смотрели на него, мне нравится, что после собрания он меня забирает, пастор, и мы идем туда, в комнату, это же тухлым мельцом никто не кинет, я знаю, что дьяволу не нравится эта проповедь, но пойми, это нужно слушать, чтобы понять, это откровение опасно для дьявола, потому что Бог делает вас вместе, я вас дам, говорит Господь, и это здесь, это Исайя 61, место унылого духа, славная одежда, халлелуя, это место за посрамление, каждый раз, когда дьявол делал посрамление, когда смеялись на тобой, у тебя есть компенсация, у меня была хоккейная команда, и с них сейчас пять человек играют за сборную Россию, они очень успешно, и мы приготовили их и отдали стране, но другие люди за них получили деньги, я ничего не получил, но знаешь, что интересно, что Дух Святой пришел и говорит, у меня есть компенсация, он говорит, я вам сдам, у меня есть компенсация за все, что ты делаешь, у Бога записывается все, он знает даже твои мысли, твои мечты, всякая атака дьявола была зарегистрирована, и небо, оно знает, где ты, на каком месте находишься, но если мы приходим к Господу, всемогущему Господу, а то ты скажешь, зачем нам это? А для того, чтобы строить, чтобы строить Царство Божье, посылать гораздо больше миссионеров, чтобы мы могли преуспевать везде и во всем, потому что его слово говорит, как от божественной силы его, что он потребляет для жизни и благочестия, и понимай, здесь, где в этом мире, вары и другие банки, 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 и сомнитирует. Но Бог, это земля создала свое, но это изменение, и через веру мы можем получить то, что нам принадлежит. Ты знаешь, я не хочу чужого Я не хочу чужого Я увидел, что мне моего достаточно Иисус спросил у Петра Это нужно было подать на храм Иисус спросил у Петра Петр Кто плотит подать Сынов берут подать Понимаешь, когда Давид Он попал в царскую семью Я должен был галявол убить Многие бы хотели Дочку царя парадница И свободу от налогов Но слишком высокая цена была Галиаф Ну что сделал Давид? Он убил Он вошел в царскую семью И его родня была освобождена от налогов То есть понимаешь, кто из царской семьи Они не платят налоги Они живут на все налоги О, Пастор, ты о чем говоришь? Нет, я говорю, мы любим свою страну Мы плотим налоги Мы вообще любим людей Мы всем прощаем все Мы не боремся ни с кем Но мы просто проносим все к Богу И он тот, который воздает И он тот, который воздает Благословенный Господом Так что должно быть? А есть компенсация Мы не говорим ничего Мы благословляем свою страну Но знаешь, но это дьявол Который должен возвратить Потому что это он все придумал Потому что это его система все превратила Это его система воюет против нас Но мы с Богом Мы в Духе Святом Мы в Царстве Божьем Могу Аллилуйя услышать Нам не надо чужого Нам нашего достаточно Хо, Аллилуйя И пойми Когда ты что-то просишь у Бога И Бог, он не Некоторые думают, что там на самом деле Ангелы летают на небо и приносят Но это в духовном плане Благословенный на небесах И там все есть Потому что это духовная часть Но все, что касается материального Это давно уже на земле И он ждет нас И он спасает нас Ты знаешь, когда Агар Они умерели отжанжды И написано, что на глазах ее открыли И говорит, где он колодец Рядом 5 метров Она просто не видела Ты здесь? Ты здесь? Но знаешь, у Бога есть способность Открывать наши глаза Чтобы мы увидели Потому что Бог сказал Абраму Возведи очи свои Мне так нравится Он сказал, посмотри Он сказал, так красиво Возведи Потому что Если Авраам увидел Он сказал, ту землю, которую ты увидишь Я дам тебе И когда Авраам увидел это Он сказал, посмотрите на звезды У тебя столько детей Каждую ночь он смотрел на звезды Если ты не увидишь Ты не будешь иметь Но глазами веры Ты увидишь Потому что это слово говорит Вот эту вещь нужно судить духовно Это нужно увидеть в духе Что это да Это Аминь Это правда И если ты это увидишь То ты это получишь Могу Аллилуйя Аллилуйя Когда Когда Авраам пришел И поднял руку Чтобы убить своего сына Ты знаешь Там на небе Бог не позвал своих ангелов И сказал, теперь проблема У Авраама слишком много веры Он сейчас убьет своего сына Что нам делать Там вообще написано Что Авраам поднял глаза свои И увидел И вообще он пришел на Голгофу На то лобное место Иисус говорит Что Авраам видел тот день Он видел тот день Потому что духовно Он увидел Иисуса Который там был Он видел, который висел на кресе И после этого Иисус говорит Вот Агнец Азтвацец Ага Понимаешь, вот Агнец Ага Он там твно запутал Он уже три дня запутали Он держит там Он уже готов Он уже готов Азтвацц Шутфаниц Та он уник Иисус говорит Он уже готов Иисус говорит Иисус говорит Иисус говорит Иисус говорит Потому что Царство Божье Ану внутри вас И Царство Божье Всем обладает Иисус говорит Это праведность, мир Ивана Всегда Миштя Миштя Я говорю Аллелуйя Я люблю Аллелуйя Мне нравится Я вам понравился То, что я проповедовал Я говорю Я говорю Что я говорю И глаза всех В синагоге Были устремлены на него И я хочу сказать Аминь Ты благословен сегодня Ты получил что-то Ты знаешь Это тяжелая тема Откровение Аллелуйя Но ты должен слушать Аллелуйя Потому что Бог Он воздаст все Что тебе принадлежит Если ты можешь верить Ты скажешь Ну почему я до сих пор Это не получил А потому что Когда Иисус Вышел на свое служение Он сказал Дух Господень на мне И Он сказал Ныне исполнилось это Ты должен прочитать это место Ты должен провозгласить Ты должен показать Господу Господь я хочу Чтобы это случилось Я хочу чтобы это мне принадлежало Я хочу чтобы это правосудие Вы здесь? Ты говоришь? Ты говоришь? Ты говоришь? Ты говоришь? У меня нет времени Рассказывать Например Когда Когда Ирод стал убивать всех детей А ты знаешь эту историю? Ты знаешь эту историю? И после этого Ангел убрал его в Египет Иосифа и Марию И прошло пару лет И Ангел разбудил Иосифа Возвращайся Потому что все Кто искали твоей души Умерли Через сколько? Знаешь там 4 года Может быть Ты думаешь это естественно Что люди в 30 лет Они умирают Так быстро? Нет Но это не наша тема Просто Дух Святой Пойми Это Он ответственный Это Он мститель А мы любим людей Мы благословляем людей Мы прощаем их Мы молимся за них Иисус не воевал Он любил Это Его часть была А Он всех прощал Но Дух Святой Он же по-другому действовал Вы помнишь Ананию и Сапфиру Они мертвыми упали И что это вы согласились Лгать Духу Святому? Это возле зли Ты пойми Это Дух Святой Это Дух Святой Который работает Халлилуйя Вы здесь? Ты здесь? Я смотрю, вы здесь Потому что они не ушли Слава Богу Я смотрю, ты здесь Ты здесь не ушли Я смотрю, ты здесь не ушли Паркаса Мне пастор сказал Когда люди будут уходить Заканчивая Хови И я не говорю Если вы уходите И если вы уходите Вы уходите Немного не уходите Может мне продолжать Халлилуйя Халлилуйя Сколько из вас Вам нравится это слово? Я хочу Аллилуйя услышать Я хочу Аминь услышать Позвать это Я на правильном месте Это такое благословение Быть в Армении Я мечтал Когда меня Пастор Ваш пастор позовет Потому что он настоящий друг Однажды Когда ему Кто-то обещал Бог воздаст тебе за это То, что делал Когда кто-то Обещал ему Кто-то обещал Сколько? 10 миллионов долларов? 10 миллионов долларов? Помнишь, тебе говорили Наследство Звонили Когда пришли? Он говорит Руслан Один я тебе хотел дать Руслан Мега Узумей Кестан Настоящий друг Меня это так Грело Доси Аминьпес Татат Цифры Ты получишь Ты так Халлилю Что Бог хочет делать Он поднимает нас На такой уровень Но чтобы вы верны были Вы в малом были верны Вот это здание Говорит Господь что вы построили, это маленькое. У вас будет очень много недвижимости. У вас будут большие бизнесы. Армения будет благословлена. Я просто пророчусь вам. Из-за царки, что вы делаете. Вы будете благословлены. Халлилуйя. Есть так много, что Бог хочет сделать и патрон. Есть такие финансы, которые вы даже не думали или не мечтали. Вы будете благословлены эту систему и создавать церкви. И в церкви будут люди. Люди бизнеса. Которые будут ходить в доме. Которые будут умереть распоряжаться динами. Которые Бог предназначил самым началом. Вы будете благословлены. Вы встанете и пойдете. И ты увидишь, как тебе придут, тебе придут, я разбудят ночью. И вы знаешь, есть финансы в банках. В офшорах, которых ангел хочет идти и разрушить. Потому что эти деньги не текут. Это деньги, которые награбили для того, чтобы жить на черный день. Но Бог говорит, ненавизу грабительство. Но я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Халлилуйя. И это придет. Я просто пророчество вас. Ты скажешь, а кто ты такой? Ты говоришь, что ты думаешь, что ты думаешь. А я сегодня пророчество голос. И я сегодня пророчество голос. Халлилуйя. И мне все равно, что ты думаешь. И Капчуни, я не знаю, что ты думаешь. Вы не можете чувствовать власть, Господь. С силу ты готова. Халлилуйя. Халлилуйя. И капчуни. О, Бог говорит, даже раздражает вас за всякую идею, которая была украдена. Я говорю, что они не обладают. От всех простых. От болезней, которую ты сидел. От всех его лошади, что ты потерял работу. Я говорю, что я обладаю. Я благодарю. Я благодарю. И благодарю, Господи. И благодарю. Он обладает, что не нужна работа. Это его закон. Халлилуйя. Халлилуйя. Пожалуйста, закрой свои глазы. Я хочу объяснить, что ты. Я хочу сказать, что ты. Слава Господи. Силу, Господи. Служба, Господи. Я хочу, что ты. Ибо ты двигаешь сердце. И будет все дела дьявола, будет разрушены, и всякое проклятие, через Духа Святого снято, и я провозглашаю благословение, победа, рада, силу, зорутиюн, халлелуйя, вероятность мажальца, Будь лакославлен! И напал, Духа Святого! Халлелуйя! О, Боже присутствие! Я даю тебе всю славу! Я даю тебе всю благодарность! Я даю тебе всю благодарность! Халлелуйя! Мы просто терапы, которые мы должны выполнять, что ты хочет, чтобы мы выполняем, что ты делаешь, что мы не работаем, что вы делаете! Иисусуяна! И весь Божий народ сказал... Халлелуйя! Халлелуйя! Субтитры подогнал «Симон»